Я поздравляю вас, друзья! Это действительно была славная охота со стопроцентным результатом. Савалат Юлаев преодолел новосибирский барьер. Да, было непросто. Команда Басибирь была молодая, было много молодых, талантливых игроков. И, в принципе, хорошо, по счету для нас было хорошо, что мы выиграли 4 матча. Тогда мы задались целью, что мы должны выиграть Кубу Гагарина в том году. И мы прекрасно понимали, что плей-офф – это марафон. И чем меньше мы сыграем игры в первых раундах, тем больше сил у нас останется на решающий матч. И, конечно, у нас была задача и цель Сибири – уложиться в 4 матча, чтобы потом уже готовиться к следующему раунду. Запомнилось то, что это была моя первая серия. И у Уфы была очень сильная команда. Тогда было собрано очень много хороших игроков по всей лиге. Поэтому это был мой первый плей-офф. Мы приехали сюда и играли. Очень сложные игры были. Конечно же, первая шайба здесь была в плей-офф забита во второй игре. Шайбу набросил Степан Садников. Ну да, Степан Садников успел подставить клюшку. Мне-то показалось, что это был рикошет от клюшки нашего защитника. Веленея меня набрасывал на ворот, и я ее хотел принять, но она у меня от клюшки залетела под перекладину. Тогда был очень радостный момент. Но, конечно, проиграли 0-4-м эту серию, можно сказать, без шансов. Тогда была очень сильная команда Уфы. Но они и взяли тогда кубок. Есть команды, у которых каждый год есть реальные шансы выиграть кубок Гагарина. И это давление, которое очень сильно сказывается на игроках. И от этого многое зависит, как игроки могут справиться с этим давлением. В тот год у нас была команда, которая понимала, что мы должны. И игроки у нас были опытные. Несмотря на возраст того же Александра Радолова, он поиграл уже и в НХЛ. И мы, в принципе, я считаю, хорошо справились с тем давлением. Может ли команда в этом году с этим справиться? Я считаю, что, опять же, да, у нас хороший сплав опыта и молодости. И я считаю, что ребятам по силам справиться с этим давлением и выжать из себя максимум в этом плей-оффе. Честно, я даже не могу судить, как тогда было. Сейчас по-разному смотрел на хоккей, можно сказать. Я только тогда начинал. Сейчас уже поиграл очень долго. И поэтому не могу сказать, что поменялось, что нет. Тогда, можно сказать, глубокого анализа такого не делал. Сейчас по-другому и готовишься уже к играм. К плову все равно, когда плов начинается, готовишься намного серьезнее. Ну и тогда, как бы не сказать, что не серьезно готовился. Все равно всегда плов – это плов, это самая лакомцевая бумажка всего сезона. И чем ты дальше забираешься, тем интереснее становится. Команда настраивается серьезным образом. Потому что первый раунд, он опасен тем, что команда, которая, грубо говоря, не фаворит, их ничего не давит, они раскованно играют. А без разницы, команда, которая выше по турнирной таблице, она идет как типа фаворит. И вот как раз она сталкивается с тем давлением. И поэтому шапка закидательского настроения у нас против Сибири даже в априори не может быть. Потому что две игры в сезоне, мы им проиграли. Тогда тоже была хорошая команда у Сибири. Мы попали в плов, но попали на серьезного соперника, как Уфа тогда была. И, ну, можно сказать, не смогли ничего противопоставить. Да, старались, работали, но ничего не получилось. Нынешняя Сибирь – очень хорошая команда, очень хорошо играет в обороне, хороший вратарь. Ну, у них есть вот сильная сторона обороны, и они очень кусачи и такие бьющие. Команда очень хорошо играет в обороне, самоотверженно играет в обороне. Хорошая вратарская пара у них. Опытные игроки как в атаке, как и в обороне. И, опять же, очень опасно играют на контратаку. Плотно обороняются, опасная контратака. Настырные, наглые нападающие, которые лезут на пятак, лезут на ворота. Вот с этим нам предстоит справиться. К этому мы готовимся. Главное, наверное, больше играть с шайбой, больше дорожить ей. Потому что принимать правильные решения с шайбой, даже в чужой зоне. Потому что, если ты потеряешь в чужой зоне, и очень сильно обрежешься, в Сибири очень хорошая контратака, которая может очень сильно уколоть. Чемпионская команда – это работа, самопожертвование, дисциплина, желание. То есть, в принципе, ты должен отдать самого себя ради того, чтобы команда выиграла. И причем это должно быть постоянно. Каждую минуту, которую ты на льду, каждую минуту, когда ты на скамейке сидишь, должен поддерживать ребят, хорошая атмосфера. То есть, должна быть живая скамейка. То же самое на льду, ты должен полнейшая концентрация. Все 60 минут. К мелочам, к нюансам, блокированные броски. То есть, это все характер, самоотдача, дисциплина. И желание жертвовать собой.